Дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию первую часть двухдневного семинара Александра Геннадьевича Хакимова «Законы счастья. Искусство счастливых отношений». Семинар для вас, если вы устали выяснять отношения, не можете достучаться до другого и объяснить ему, в чем он не прав. Мечтаете жить без ссор и конфликтов. Чувствуете, что достойны большего. Хотите найти и раскрыть секреты счастья и успеха. За два дня семинара Александра Хакимова, известного в России и за рубежом специалиста по ведической культуре, писателя-общественного деятеля, художника, философа, психолога и теолога, вы научитесь находить общий язык с окружающими. Поймете, как действовать, чтобы достичь успеха. Увидите путь выхода из сложной ситуации. Узнаете главную причину конфликтов и способы их разрешения. Раскроете работающий на практике закон счастья. Семинар прошел 26 и 27 января 2022 года в городе Ростове-на-Дону. Итак, сегодня у нас важная тема. У нас речь пойдет о счастье. Это наша вечная тема. Мы учимся счастью, потому что живем в этом мире. Мы учимся счастью. Не всегда удачно. Иногда мы терпим какое-то поражение, какой-то крах, несчастье, испытываем тоже. Но это тоже урок. Это тоже школа, может быть, она суровая школа. Практически это неприятности, суровые события жизни. Каждому приходится столкнуться в этой мире с таким лицом. И, тем не менее, человек предназначен для счастья каждый день. Постоянно. То есть мы желаем этого. Где-то внутри мы как раз об этом. И думаем, что так должно быть. Ну, так не бывает, но должно так быть. Мы стремимся устроить так жизнь, чтобы мы были счастливы всегда. Со всеми. И на работе, и дома. И дети, чтобы были счастливы, конечно же. Мы очень зависим от близких людей. И, может быть, нам сегодня не хватает знания законов счастья. Они существуют. Они описаны подробно. Но труднодоступны для применения, так скажем. Они очень просты. Просты по своей сути. И трудны во внашем внутреннем мире. Это очень трудно принять нашим внутренним «я». Эти, как бы, заповеди. Они очень просты. Они известны каждому человеку с детства. И так, мы, может быть, потеряли какую-то силу, уверенность в себе. Уверенность в близких людях. Степень доверия, степень любви. Какова должна быть эта степень, чтобы назвать это счастьем? И в древних ведах описывается, что счастье можно измерить по-разному. Как количественное понятие и как качественное понятие. И как количественное понятие нам это известно. Мы спонтанно стремимся обрести объемы счастья, ресурсы. Может быть, деньги, недвижимость. Называется на санкрытии «сукам». «Кам» означает пространство. Много. «Су» значит много. Чрезвычайно много. У меня большой дом, у меня счет в банке. У меня есть образование. У меня есть пространство, в котором я живу. Мировоззрение развитое. Я думаю, это тоже счастье. Хорошо. Ну, также нам известно, что даже имея большие пространства для нашей свободы, мы можем страдать в этом пространстве. Качественная жизнь. Вот эта сторона неизученно сегодня утрачена. Ведь говорится, одно мгновение, прожитое качественно, больше имеет значение, чем тысячу лет прожить в форме дерева. В полудреме, в каких-то грезах, в несбыточных мечтах, в каком-то ожидании. Лучше одно мгновение прожить в полном сознании. Вот с этого начнется уже наш путь к счастью. Эталон. Получить эталон. Что же это такое? Если мы не видели никогда бриллиантов, можем по ошибке купить и стекло. Но нам нужно знание. Где же эти крупицы настоящего счастья? И почему крупицы? Почему в этом большом мире так мало счастья? А может быть нужно наоборот? Пусть это будет небольшой мой мир, но там будет много счастья. Как это трансформировать? Как преобразить? Сегодня мы говорим, везет, не везет в жизни. Это закон. Это не случайность. Никакого хаоса. Нет. Кирпич ни с того, ни с сего на голову не падает, человеку говорится. Все. Не случайно происходит в жизни. Есть предопределение также в нашей судьбе. Существуют такие тонкие законы. И вот везение и невезение. Как же нам жить при поддержке? Везение-то просто некая поддержка. Я это делаю, мне не очень получается. Вдруг кто-то помогает мне в этом. Хороший человек, повезло. Нет, вы не встретите такого понятия в сказках, которые мы читали детям. Нет, это ответ на твое добродетель. Ты когда-то сделал хорошую вещь. Теперь ты получаешь хорошую реакцию. Так мир устроен. Что посеешь, то ты и пожнешь. И мне трудно понять, когда же я сделаю что-то доброе. Я этого человека даже первый раз вижу. А вот он мне делает добро. Не связано. Просто повезло, случайно. Нет, давайте разберемся в этом сегодня. Никаких случайностей не существует. Все закономерно. Делаешь добро, получаешь добро. И не обязательно от этого человека, которому ты делаешь добро. Почему так? Каждый из нас носитель качества. Подобное притягивается подобным. Если я по менталитету вор, естественно, меня привлекают подобные люди. Они группируются. Каким образом они чувствуют друг друга? Есть культурный вор, есть воры вульгарные, есть воры, сидящие в тюрьмах. Там тоже есть определенные малые группы, группировки, где люди группируются по качествам, интуитивно. Но откуда эти качества? Вот плохие качества тоже объединяют, и хорошие объединяют качества. Эти качества — ничто иное, как мои поступки в прошлом. Любой поступок, который совершаю в этой жизни сегодня, или вчера, или буду делать завтра, он трансформируется в привычку постепенно, а постепенно переходит в качества. Как будто это моя природа, понимаете? Хотя это не моя природа, она приобретенная природа. Я мог бы быть и другим. Но я приобрел это качество в общении с определенными людьми и совершая определенные поступки. И теперь я вижу людей через призму своего качества. Те, кто выше меня, я их просто не вижу. Я вижу равных себе, таких же, как я, мошенников, если я мошенник, и думаю, что все такие, как я, и ниже, которых можно использовать. А выше? Не бывает в моем опыте. Не соприкасаюсь. Не везет в этом плане мне. Я никогда не видел святых людей, знаете. Вот живу уже столько лет. Ни одного святого человека не видел, не бывает такого. И счастливых людей тоже не бывает. И любви нет, я вам скажу. О чем я говорю? О своем опыте. О своих качествах. И если мы говорим о счастье, мы должны знать, что это такое. Жить по законам счастья. Трудное дело. Трудное дело. Но это наша жизнь настоящая. Легкая жизнь дешевка? Нет. Это неправильно. Если мы стремимся к легкой жизни, мы проживем дешевую жизнь. Ну, разве вы признаете опыт человека, мудрого человека, который прожил беззаботную легкую жизнь? Вы распризнаете его мудрость вообще? Его качественность? Нет. Он должен пережить все, что ему положено в жизни. Лицом к лицу. Честно. И остаться человеком. Вот какая вещь, понимаете? Остаться человеком. И более того, улучшить свои качества. Добрый человек, если испытывает страдания, он думает, о, вот это не надо делать другим людям. Я на себе знаю это. Не надо это делать другим людям. Никому не нужно. Это больно. Это добрый человек. Поэтому счастье начинается с добродетели. Обычно все темы подводятся к добродетели, к добру. Будьте добрыми. Это как бы вывод. А мы будем говорить сегодня от доброты и дальше. Это только начало. Начало цивилизованной жизни. Добрый доброго не боится. Мы попадаем в мир бесстрашия. Доживем в добродетели. Мы перестаем бояться и не доверять друг другу. Почему? Качество. Доброта. Вот с этого только начинается, путь к счастью не заканчивается. Мы знаем, что как только встаете на путь добродетели, вы сразу столкнетесь с трудностями. Это не так просто. Это не дешево. Нет. Это не будет так, знаете. Сентиментально, красиво. Вы сразу будут прославлять, что вы такой добрый человек. Нет. Вас никто не поймет сначала. Скажите, что ты такой добренький сегодня? А вы что-то хотите от нас, наверное, да? Была история с моим другом. Он уже умер давно. Тогда мы были молодыми. На Урале он жил. Очень искренний человек. Я его сейчас вспомнил. Он стал читать книги духовные. Изучить философию. Он узнал про путь добродетели, о счастье, о возвышенных качествах человеческих, о святости. Это его привлекло. Он подумал, что я могу делать хорошего людям. Знаний у меня мало. Говорить я толком не умею. На сцену меня не пустят. Я еще не развитый. Но я же должен с чего-то начать. Мы с ним обсуждали эту тему. Я сказал, ты прекрасный повар. Ты знаешь, это редкое качество. Готовь пищу. Освещай ее и раздавай людям бесплатно. Почти не это делать. Ты увидишь, как твоя жизнь трансформируется во всех отношениях. У тебя даже круг друзей изменится. Все изменится вокруг. Называется активная добродетель. Есть пассивная добродетель. Я просто закрываю глаза и говорю, я всем желаю счастья. Будьте все счастливы. Я вас знать не знаю. Но желаю доброго. Потому что если я открою глаза и повнимательно вас рассмотрю, скажу, ну тут не всем хочу пожелать счастья. Я закрою глаза. И всем просто пожелаю счастья. Это пассивная доброта. Вы вреда не приносите, но и пользы особой тоже не приносите. Но во всяком случае, вас никто не боится. Вы добрый человек. Нормально. Активная доброта выше. Если ты говоришь о доброте, что ты сделал для этого? Как-то на меня напала депрессия. Мне было, может быть, лет около 20. Депрессия ежедневная. Причем с утра пораньше депрессия. Я стал замечать странную вещь. Становился спросить странные вещи. Я стал волноваться. Я смотрел на людей и понимал, что я их ненавижу. Всех. Просто морщинку вижу, где-то на лице. Ну что со мной? Проблема какая-то. Я подумал, если пойду к доктору, меня еще запишут, знаете, куда-то диагноз поставят. Я боялся. Но у меня был знакомый доктор. Я поделился, сказал с утра пораньше, у меня просто трясутся руки от волнения, необъяснимого. Когда выхожу на улицу, я никого не люблю. На кого не посмотрю. Он говорит, ну это не проблема. 50 грамм коньяка с утра, и все нормально. Я помню, даже думал, можно купить коньяк, на самом деле так, начать практику духовную. А потом обратился к другу и признался, говорю, ты знаешь, я вот честно скажу, у меня какая-то проблема, я не люблю людей. И вот то, что он мне сказал, как-то подружно, потом забыл об этом, я помню до сих пор. Он мне сказал, ты не любишь людей. Хорошо. Скажи мне, а что ты сделал хорошего вообще для людей, чтобы любить их? Меня это просто ударило по голове. Ну действительно, я живу бесполезной жизнью вообще для людей. За что я их ненавижу? Я им ничего не сделал хорошего. Я пассивен был. Пассивное означает, что мы подвержены влиянию негативных энергий. Пассивное добро, оно больное добро становится. Я был доброго, хватит, мы говорим, достаточно. Все, хватит. Это пассивное добро. Как только я увижу какой-то недостаток, какой-то обман, все кончится. Добро закончится немедленно. Поэтому выше активное добро. И мы поговорили с ним, говорю, ну вот, ты повар, давай, попробуй. Я не ожидал, что он так смело начнет все это делать. Он стал готовить хворост. Это подсолнечное масло раскаленное, там такие звертушки мучные, пудры даже сахарные. В общем, он здорово это делал. И в глубоком вот фритюре вот такой целый таз напек. И куда пошел, знаете, на трамвайную остановку зимой. С этим тазом. 90-е годы. Пошел в трамвай, битком напитый трамвай, и сказал, угощайтесь. С утра пораньше это было. И люди от него просто как от чумы все отпрянули весь там. Полвагона сразу в сторону. Сумасшедший какой-то пришел. С этим тазом хворостый. Говорит, угощайтесь. Чего ради вообще? Ничего не понятно. Все перепугались. Может его выкинуть вообще? Что у него на уме? Что за хворостом? Чем он нас будет кормить? А он улыбался. Говорит, просто угощаю. Освещенная пища. Давайте, берите. Просто будет хорошее настроение у вас. Там стал что-то говорить им. Люди начали смеяться, что-то подкалывать. Там какой-то алкоголик с похмелья взял, попробовал. Да ничего, спасибо. Плово зарегает. Все, на этом закончилась его первая акция. Он каждый день с этим тазом ходил на этот трамвай, на эту установку вовремя. Через месяц трамвай стоит на месте, ждет. Погоди, погоди, погоди. Он должен сейчас подойти с тазом хвороста. Подожди. О, уже идет. Сейчас поедем, сейчас поедем. Он уже здесь. Да. Угощайтесь. О, спасибо. Все его уже знают. Его имя, чем он занимается. Он уже книги показывает. Уже общается с людьми. Подружились. Формула древних очень проста. Как мы сказали. Очень проста. Но если ее потерять, ее трудно восстановить. Почему-то. Привычка. Качество мешает. Нет доверия. Я не знаю. Я сейчас выйду с этим хворостом. Ну, что бы не подумать люди. Ну, я не могу. Я не могу. Привычка вторая натура. Давать дары. Принимать дары. Угощать чистой освященной пищей. Принимать чистую освященную пищу. Делиться сокровенными мыслями из сердца и выслушивать с доверием. Шесть факторов любовного обмена взращивают активную добродетель. Вы не боитесь делать хорошие вещи. Спонтанно это происходит. Вы улыбаетесь. И вам верят. Отвечают на улыбку. Вы говорите хорошие слова. И вдохновляется человек. И говорит то же самое. Он верит в ваши слова. Почему? Даете дары. Принимаете дары. Угощаете освященной пищей. С любовью приготовленной. И принимаете такую пищу. Как угощение. Обмен дарами. И особенно важно делиться сокровенными мыслями. Не то, что знаете, у меня там двойная жизнь. Я тебе по секрету скажу. Это не сокровенно. Этому нужно учиться. Я думаю, что большинство из нас не делали этого никогда. По-настоящему. Не потому, что мы не хотим это делать. Потому что мы, может быть, не имеем этого. Этого. В полной степени. Так, чтобы, знаете, вот. Ну, как ценность представить это другим людям. Как то, что они на самом деле оценят. Восхитятся. Вдохновятся. То есть талант мне нужен. Чтобы сделать сокровенные вещи. Мне нужен талант. Не то, что скажу. Я напишу завтра музыкальный шедевр. Приходите, я представлю вам хорошую музыку. Но если это талантливый, да. Люди оценят. А если нет, кому это нужно. Никто не придёт. Мне нужны качества. Мне нужны качества. Где же взять эти качества? Качество на санкрытии называется гуна. Гуна необычное слово. Его переводят ещё как модус. Материальные энергии. Мистическая сила. Овладевает нами мгновенно. Мы даже не замечаем, где эти модусы. Как рыба в воде не знает, где же вода. О чём вы говорите? Какая вода? Она родилась в воде, живёт в воде, умрёт в воде. Она не знает другой среды. Не с чем сравнить. В модусах материальной природы. Это модусы гуна переводится как качество. Но не только. С другой стороны. Верёвка. Вы не можете ничего с этим сделать. Вы связаны этими качествами. Я вспыльчивый. Ну что я могу с этим сделать? Ну вот я такой. Не отходчивый, но вспыльчивый. Я по жизни такой. И мне трудно это изменить. Поймите. Примите меня таким, какой я есть. А я, понимаете, имею привычку врать просто так. Ну без злого умысла. Просто тут врут. Мне нравится. Ну что я могу с этим... Ну вы просто имейте в виду, что я говорю, не всё правда. Ну то разум свой имейте. Вы же мои друзья. Должны же меня знать как-то. То есть люди так живут в этих гунах связаны хорошими и плохими качествами. Но мудрецы говорят, гуну можно изменить. Представьте. Можете быть связаны с счастьем. Можете быть связаны с счастьем. Это с этим другая зависимость. Это как бросить курить в привычку и выжить. Трудно это сделать. Гуна держит. Не даёт, не отпускает. Наркотик ещё сильнее. Кама, вожделение, ещё сильнее хватает нас. И не выпускает в течение всей жизни. Вот так действуют жестоко с нами эти гуны. Качество. А мы ищем счастья. Мы хотим эти путы разорвать. Наши путы. А боремся это мы с другими. А не со своими путами. И запутаемся ещё больше. Гуну можно изменить. Как? Через карму. Карма – это действие. Работа – карма. Судьба – карма. Предопределение – тоже карма. Как это связано? А вот так, что посеешь, что в будущем пожнёшь, у тебя судьба от твоих поступков складывается. Твои поступки – твоя судьба. Ты сам свою судьбу делаешь. Сегодня. Завтра пожнёшь плод. Или послезавтра. А может, в следующей жизни. Если в этой жизни не успеешь, карма-то остаётся. Поступок-то свершён. Семя-то брошено. Оно же вырастет всё равно. Телёнок среди тысячи хоров безошибочно найдёт свою маму. Любой поступок вернётся к нам безошибочно. Что бы мы не сделали с вами? Плохой или хороший? Как награда или наказание. Или нейтральный поступок. По-разному. Итак, карма – это тоже закон. Сеешь плохие семена – пожнёшь плохой урожай. Сеешь хорошие семена – пожнёшь богатый урожай. Теперь нужно разобраться, где эти семена. Что мы посадили в этой жизни. Это наши поступки, да. Какие поступки? Для чего? С каким мотивом? Ни поступок даже определяет человека, а мотив – поступка. Карма – очень тонкий закон. Не обманешь карму. Под видом хороших вещей плохие вещи на это делаются. Но карму не обманешь, что посеешь, что пожнёшь. Плохими средствами высокие цели не достигаются. Карма. Не так, что цель и правда и средство. Я по головам иду, потому что мне нужно получить хороший результат, и результат определяет всё. Но сколько сломанных жизней за мной. Это моя карма. посмотрите. Я могу получить хороший результат, который хотел, а потом придут все другие последствия. Обязательно придут. Если человека не накажет духовный наставник, а это самое лучшее, духовный отец должен наказать за наши грехи, то он окажет закон государства. Если же вы избегаете и закон государства, и наставлений духовных, после смерти накажут другие законы безупречно. Смерти не существует. Тело оставляет нас. Вот и всё. Жизнь продолжает существовать всегда. Мы откуда-то пришли, куда-то уйдём с вами. Сейчас мы не знаем ни где мы были раньше, никуда пойдём дальше. Почему? Гуна карма обуславливает нас. Такие качества обрели. Невежество — это тоже качество. Забвение — это тоже качество. Поймите? Дороги, по которым не ходят, зарастут, как будто там ничего и не было. Мы сегодня утратили много знаний великих. Не ходили просто по этим дорогам долгое время. Всё заросло, как будто ничего не было. Я был в одной деревне Российской, Пермской области. Какая деревня? Там несколько домов строилось. Но мне сказали, что когда-то совсем не так уже давно там была процветающая местность, там было много коров, там пахотные земли, там были целые деревни, там были производства. Я смотрю, ничего не вижу. Холмы, горы, леса, ничего нет. Умерла деревня, а ещё погибали цивилизации в прошлом. И целые миры были разрушены когда-то. И наша жизнь не гарантирована. Если мы забыли законы кармы, почему мы уверены, что будем жить счастливо в будущем? А вдруг пандемия? Она вот здесь. А вдруг переворот где-то вооружённый? А вот он уже здесь, недалеко. А вдруг болезнь придёт завтра ко мне? Люди же приходят ко мне и говорят, а что делать? Болезнь и врачи не знают, что делать. И что делать сейчас? Я не готов к этому. Мы можем всё это предусмотреть, а это же всё случайно, это же может нам не повезти. Но если человек обладает качествами, соответствующими качествами для его разума, который отвечает на его вопросы, его отношение ко всему меняется, даже к смерти и к жизни, он становится бесстрашным. Когда-то во Вселенной не было вообще смерти. Пуран описывают. Этапы творения описываются. Браама творец Вселенной последовательно творил эти миры, создавал помощников таких, как Праджапати, великие прародители живых существ, конструкторы этой Вселенной, высшие, средние планеты, низшие планеты, 14 систем в целом во Вселенной. Описывается подробно в Куранах. И живые существа приходили сюда, высокого уровня, необычные люди, наделенные ситхами, бесстрашные, добрые, чистые, они даже не знали, что такое смерть, названия не было такого, что это не в природе живого существа смерть. Это то, что мы боимся и то, что мы отвергаем каждое живое существо не согласно с этим законом, это не наш закон вообще, навязанная вещь мне, моей кармой и гунами. Я должен быть свободным от смерти и старости, и болезней тоже. И когда-то во Вселенной живых существах даже не знали, что такое смерть, но Вселенная наполнялась, 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 в конце концов, пришло время подумать, как же творить дальше. Живые существа приходят и не уходят в перенаселение. Тогда Брама задумался с четырьмя головами, когда он думает сюда, что-то происходит, ментальная энергия творит, разум творят, творит, чувства творят, это творец, тело Творца из чистого Будхи. Как только он задумался об этом, тут же из его тела вышла прекрасная женщина в красном, украшенная красивой красной гирляндой и спросила, отец, какую ты мне роль выделил в этом мире прекрасном? Она посмотрела с восхищением, какие прекрасные миры, какая моя роль в этом мире. Мама сказала, твоя роль быть смерчем в этом мире. И заплакала женщина горькими слезами. Дорогой отец, какую же ты мне уготовил судьбу, ведь мне же придется разлучать близких людей, родителей и детей, что за участь ты мне уготовил. Скорбную, самую скорбную, несчастную участь, я твоя дочь. Брама не дал упасть ни одной слезинки этой женщины на землю, собрал все в ладонь. Сказал, но это необходимость, ты должна выполнить свой долг в этом мире. Смерть необходима. Я благословлю тебя. Никто тебя не обвинит в смерти. Эти слезы станут несчастными случаями в этом мире и болезнями. И люди будут говорить, умер человек из-за несчастного случая, из-за болезни. Тебя не будет никто обвинять. Не беспокойся об этом. Это было начало творения, когда-то было такое, описывается в Пуранах, очень древние Пураны. Тысячи, тысячи лет по записи. Как создавалась жизнь, как формы жизни, как появились люди, человеческое общество. У нас есть тоже с вами прородители. Почему об этом говорим? Все они оставили законы счастья. Все прородители. Для человека было написано ману самхита. Ману означает законы человеческого общества. Ману самхита. Там все прописано. все семейные ценности, все духовные и моральные ценности, правила поведения, все заповеди. Особое почтение там говорится Богу и второе место Мать. Это подтверждается во всех Писаниях. В Коране написано, что рай под ногами твоей матери, говорится. Ману самхита говорит, после Бога матери поклоняйся. Такие законы это качество. Любовь к матери это особое качество. Оно очень близко к любви к Богу. Ребенок учится спонтанно у своих родителей. Почему? Природа надеял его качеством веры. Он на них смотрит, как на божество. На мать и отца происходит чудо. Он начинает говорить. Вы не объясняли ему значение слов. Не говорили с ним о грамматике и синтаксисе. Не объясняли где причастны обороты. Он постепенно эти все склонения, эти все окончания все улавливает, проговаривает, удивляет, что слова придумывает. Вы удивляетесь, что творится. Потрясающее, что происходит. Как? Необъяснимое явление. Мудрец говорит, пхава работает. Спонтанная энергия существует в где она сегодня у нас. Мы были маленькими, мы могли учиться говорить на любом языке. А мы сейчас выросли и поглупели, что ли. Что случилось? Мы что-то утратили. Вера в родителей как в Бога. Вот в чем преимущество ребенка. Полная любовь и полное доверие. И вы обретаете все знания автоматически. Все склонения, все остальное. Потом в школе вам будет трудно даже это все учить по учебнику. Спонтанно обретаете. Так же как собаку ловит настроение хозяина, слушает его команды, выполняет всякие спортивные трюки на соревнованиях. Вы видели собак, которые бы устраивали себе соревнования сами? Собрались бы где-нибудь? И соревновались бы, а что? Нет. Она это делает для человека. Это тоже пхава называется. она верит в своего хозяина. Это вопрос веры. Итак, путь к счастью, конечно же, начинается с веры, доброй веры. Можно верить и в зло, конечно, но это не является вера. вера вера это то, что основано на сострадании. Это настоящее. Остальное называется безверие. Вы верите в математику, в науку, физику, может быть, но это не является верой. Это навык, некое доверие, функциональная какая-то вера. Я хожу по этому полу, потому что уверен, что он не провалится, но это не та вера. Не в добродетели, функциональная, основанная на каком-то опыте, простых навыках. Это не является чем-то научным особенно. Вера, которая возвышает ваши качества, вот она наука, вот начинается движение цивилизации. Говорит, верь в прекрасное. Что такое прекрасное? Ну, тут, знаете, у всех расходится мнение, что такое прекрасное, и что такое счастье, и что такое семья. Люди будут говорить разные вещи. Нет, давайте начнем с эталона, с эталона красоты. Всему есть начало. Вот это начало нужно знать с самого начала нашей жизни, иначе беды не миновать. Знаете, в чем дело? Я поясню. Почему ребенок такой способный? Они любят учиться, они быстро схватывают все. Есть одна очень важная причина. Непробужденное вожделение. Можно сказать, что практически нет в этом возрасте, в 5 лет. Уже начинается учеба. Самый ценный возраст с 5 до 12 лет, вот это время. Не упустите, пожалуйста, дорогие родители, с 5 до 12 лет самое ценное, не большее. Дальше навыки. Вот этот период времени чрезвычайно ценный. Заложить самые высшие идеалы в этом возрасте нужно. от родителей, от учителей, от примеров, от святых, от книг. Образы, 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 не формулы, не математические какие-то формулы, образы в сердце. Любовь и доверие к высшему полному целому. Этот период называется, смотрите, брамачария, любовь к истине. Только истину и самую высокую истину. Воспитывайте ребёнка так, как будто он должен стать самой великой личностью в мире. В этом и настроении. Самые высшие ценности закладывайте. Это легко, пока вожделение не пробуждается. спонтанно дети радуются, чувствуют это, верят в это, верят в сказки. Не так, как взрослые. Они буквально живут там. Хава. Это сейчас психологи доказали всего мира, что дети имеют врождённую веру в Бога. Если вы видите красоту этого мира, вы тоже видите Бога на самом деле, говорил ещё Пердяев. Если вы восхищаетесь этим миром, красотой, отражённой красотой, если вы видите, так как художники это были прошлого, великие, это ваши близкие отношения с источником красоты. Начинаете чувствовать эти вещи. А раз чувствуете, можете передать. И вот не потерять эти чувства надо. Куда же не уходят? Как только проникает вожделение в сердце человека, трансформируется понятие красоты и ценностей. Знаете, что написано в Бхагава Дите в этой книге? Страшная вещь. Вожделение всепожирающий враг души, зло этого мира, говорится. Кама. Враг знания духовного. Первейший враг знания. с этой энергией нужно быть очень осторожным. С пятилетнего возраста вкладываются ценности выше, чем вожделение. И если вам удалось это сделать, этот человек не будет потерян. Какие бы искушения в жизни он не проходил, испытания, у него будет эталон в сердце, то мгновение истины он получил еще в пять лет, или в шесть лет, или в девять лет. Он пронесет это через всю жизнь. Я пример приведу из своего опыта далекого прошлого. Мне друг оставил на хранение индийский барабан. Была редкость в городе, в Петербурге, в Ленинграде. Один был такой барабан еще в городе. Он сделал его вручную по описанию. И удачно, удачно. Мембрану заказал за границей. Инструмент получился потрясающий. Меня эти звуки просто очаровывали. Он сказал, вот, я уезжаю на неделю. Оставлю типное хранение этот барабан. Можно? А, жил ты в студенческом общежитии с женой. Я обратился, конечно, можно. Я давно мечтал подержать в руках. Он уехал, и у меня на неделю оказался Мриданг. И мы там со студентами бинго-бонго устраивали по вечерам. И я за какое-то время стал, уже научился гитарить. Через неделю он приезжает и говорит, ну, я забираю Мридангу у тебя. Детель прошла, а я уже не хотел, я уже привязался. Поэтому я сказал, вот, послушай, как я научился играть на Мриданге. И показывай ему. Он удивился, действительно, у тебя хорошие способности, тебе нужно обязательно научиться играть на Мриданге, хорошо. А как же я научусь играть на Мриданге, если ты ее забираешь? В этом был мой план. И вот он сказал важную вещь, важную вещь. Я ее помню и сегодня. Я руководствуюсь тем, что он сказал, этот человек. Чтобы играть на Мриданге, тебе не нужна Мриданга. Ты можешь играть, научиться на полении. А вот когда ты обретешь квалификацию, Мриданга к тебе сама придет. тебе скажут, вот тем Мриданга, играй, пожалуйста. Ты же играешь, вот тем Мриданга, она к тебе сама придет, если у вас есть качество, квалификация. Остальное придет само по себе, как бы приложится к этому. Не об этом ли говорил Иисус Христос? Приложится все остальное, если есть главное в жизни любовь к Богу. Ко всему живому означает? Ко всему живому. Это редкий дар. И даже к тому, кто обижает, да, но менты. Как? О чем же должен думать? Как понимать? Меня человек обманул. А это вообще негодяй. А это жестокий. И что вы говорите? Всех прощать? Ну, это сентиментально. Не совсем так. Нет. Добро в невежестве не настоящее добро. Подделка. Это говорят древние. Все, что вы делаете в жизни хорошего, делаете в знании. Не делайте в невежестве. Даже хорошие вещи в невежестве не принесут результата хорошего. Ну, если же добродетели в невежестве, вы даете нищему деньги, вы же сострадаете, вы сочувствуете. Добро эти деньги пропивает и валяется мертвецкий пьяный. Где же добро? Добро в невежестве было. В нашем невежестве. Куда же мы все свои силы тратим? Не в пустую ли? А потом говорим, хватит, я был добрым. Надоело обман все это? Нет жизни святости. А у меня просто не было знаний, куда направить свой ум, интеллект, чувства, финансы. Чувства, любовь. Как? Как направить правильно, чтобы не вожделение пробуждать друг в друге, а любовь? Это разные вещи, очень разные вещи. Если мы общаемся друг с другом на духовной платформе, мы учителя друг другу, мы по жизни становимся мудрецами, просто общаясь вдвоем всю жизнь, становимся великими мудрецами. А если мы смотрим с похоти друг на друга, этому счастью быстро придет конец. Счастье в гуне страсти, говорится, в похоти, сладко, как мед в начале, а в конце подобное яду, развод, надоело все, отвратительно, видеть тебя не могу. Кончилась любовь. Как это что за любовь была и кончилась? Куда она ушла? Что за энергия? Где она вообще находится? Воду берем из реки, молоку берем от коровы, а где еще? А знание откуда? От учителя, не от другого источника. Вот вопрос доверия. А кто этот учитель? А можно ли ему доверять вообще? Тоже нужно проверить. Мало ли, кто скажет, я учитель, слушайте меня. Каждый может сказать такое своим детям или в школе или с кафедры института. Но можно ли доверять полностью тому, что люди говорят о себе и то, что они представляют? Есть очень умные люди, есть ученые даже. Все, кто не обладает искусством отношений, все являются обманщиками. Таков критерий. Это есть главная наука. От которой здесь все остальные уже направления знаний и культуры. Если мы утратили искусство взаимоотношений, мы нигде счастливы не будем. Ни на работе, ни дома, ни с профессорским званием, ни с лауреатом Нобелевской премии, ни с какими медалями и деньгами. И если мы не изучили эту главную науку взаимоотношений, начинается она с самого себя. Должен быть честным перед самим собой человеком. А это искусство, конечно, это искусство. Заглянуть в свое сердце это непростая вещь. лягушка одна жила в колодце. Ну, там друзья, семья, все было. Как это работало? И смотрела наверх частенько и видела такое интересное пространство какое-то. Какой-то еще мир существует далекий. Мечтала. Может быть, я увижу что-то еще, кроме колодца. Одна была такая лягушка, остальные не интересовались. Ну, ходили на работу, там, женились, не были свои дела. Только одна задумывалась, так иногда вытлывала из колодца и смотрела на звезды. Красивая картина. Лягушка мечтает, смотрит на Луну. Поэтическая картина. Ей повезло. Кто-то бросил ведро туда, зряпнув воды, и случайно попала в это ведро лягушкой. Человек купил и выплеснул наружу, да и пошел. Стала лягушка путешественницы мир звучать. Так, да тут только всего, боже мой, мы ничего не знали, оказывается, в этом колодце. В конце концов, она пришла на берег Атлантического океана, или Тихого, я уж точно не помню. А, и на Тихом океане закончили поход, это про нее, на Тихий океан. Тут она была потрясена по-настоящему. Столько воды. Какая свобода? Не видно края. Боже мой! Что же мы видели в своем колодце? Надо рассказать. Пойти вернуться туда. Она вернулась в колодец, вернула обратно, собрала всех родственников. Сказала, вы не знаете настоящей свободы, вы не видели настоящей жизни, там такие миры, особенно океан, воды. Океан? спросили все, а что такое океан? Про что говоришь? Оно много воды. Ну как вам объяснить? Ну сколько колодцев? Объясни по-человечески. Ты хочешь сказать два колодца или три? Да при чем тут колодцы? кричала лягушка. Да в одной волне я не знаю сколько колодцев. Да нет, подожди, ты конкретно скажи, что ты нам морочишь голову. Что, десять колодцев что ли? Ну как кит не может быть счастлив в колодце? Он даже там не вырастет. Он даже не дорастет до какого-то серьезного возраста. Он просто там погибнет. А лягушки страшно в океане. Где наше измерение счастья? Есть люди, я встречал, которые мечтают выйти за пределы Вселенной. Встречали таких людей? В этом зале есть такие люди. Я вам серьезно говорю, без всяких шуток, без преувеличения. Они знают, что можно выйти за пределы этой Вселенной. И знают, что за пределами этой Вселенной. Как? Познавая себя, что мы маленькая модель Вселенной. Один человек может познать все через самоосознание. Это наше право, данное свыше. Это наше скрытое счастье внутри. Наши возможности не раскрыты даже на несколько процентов. Современные психологи тоже говорят об этом, но я думаю, что они недостаточно знают. Они говорят, что человек всего лишь 10% использует из тех возможностей, которые дают ему его природа, его нервные системы и все остальное. Главным образом, главной мозг изучает. Думает, что именно в этом все дело. В этом комочке слизи небольшом в этой коробке. На самом деле, если мы хотя бы 2% используем своих возможностей, будем великими людьми. Хотя бы 2%. Если 5%, вы уходите за пределы земного измерения. Если дальше, я об этом говорить сегодня не буду, не поверите все равно, все возможно. Нет такого понятия невозможно. Один Махатма сказал это. Великая душа. Великая душа сказала. Невозможное слово в словаре дураков. Все возможно. Все, что в вашем сердце есть, все ваши высочайшие мечты, это можно все реализовать и даже больше. И даже еще больше. Не так, что мы думаем, что для счастья нужно тысячу долларов в неделю. Это что такое замышление? Лягушка в колодце. Киту нужен океан. Не нужно измерять счастье в каком-то количестве. Если уж получить счастье, то все целиком. О! Это называется охота на носорога. Для мужчин особенно важно это. То, что я сейчас скажу. Для мужчин очень важно. если вы хотите успехов в том или ином начинании, то охотитесь на носорога, пожалуйста. Ставьте цель на 200%, не на 100%, на 200% ставьте цели. Это для мужчины, для его силы, воли и разума, устремленности и решимости. 200%. Поставьте на 200%, 100 достигнете, как правило. Если вы 100% поставите свою цель, 80 достигните, если 80 меньше, так все устроено. И тут нам нужна помощь. Где эти 200%? О чем речь идет? Ну, что я могу в своей жизни назвать ценностью? Ну, вот слон, слоненок, вот такой слоненок, маленький слоненок, его привязывают на металлическую цепочку, к дереву, и он рвет, не может порвать, он еще маленький. Он растет, 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 в конце концов, он пытался же вырваться, не получилось, он признал свою слабость, обусловился, невозможно сказать, я уже пытался, он уже стал таким большим слоном, его привезли на такую же тоненькую цепочку, к небольшому дереву, он не будет даже пытаться, он обусловился, он так думает. вот что происходит порабощение привычками, порабощение может быть и знанием, и узкой сектантской верой, и даже научной степенью можно ограничиться. А просторы перед нами океаны этого мира. нас знают все звезды, смотрите свой городсковок, каждый человек на счету там записан, все до единого, в каком мире мы живем, посмотрите, идите к астрологу, он его посмотрит, все скажет, вы сами будете поражены, вашу прошедшую жизнь и настоящее и будущее покажет основные моменты, если ты хороший астролог. известны судьбы всех людей до единого. Такая картотека существует. И каждый носит эту информацию внутри себя, забыв об этом, даже не знает, где эта информация. Все свое ношу с собой. Все эти документы в форме ДНК и других тонких кундалини, энергии, каналов, все ношу с собой. Вся моя структура этого тела, это не что и как точно воспроизводство моей кармы с прошлых жизней. Точная, точная, по той матрице сшита. Вы идете шить одежду, не знаю как сейчас, но раньше были такие ателье, приходите, у вас снимают мерки, талия, бедро, длина ноги, грудная клетка. Пойдите меркам, заказывайте фасон, заходите, переходите с какое-то время, костюм точь-в-точь, точь-точь, если вы оплатили, он ваш. Все, тонкие параметры есть, записаны на бумаге, вот, просто на бумаге какая-то информация, достаточно, она превращается в ваш костюм, пожалуйста. ям-ям-ва-пис-маран-баван-тяджатэ-ан-ти-калеврам-там-там-там-авати-каун-тая-садат-бава-ба-ба-ба-ба-ви-та-а-санскрит. Отсюда. Восьмая глава. О чем бы человек не думал в момент смерти, это становится его бытием в следующей жизни. Это есть наши тонкие параметры матрицы. Ума настроения в момент смерти. Всплывает самая сильная привязанность. самое ценное, что я в жизни имел. Если человек умирает, думая о своей жене как о возлюбленной, тонкое тело трансформируется в матрицу женщины. И следующая жизнь рождается девочкой. Жена умирает, думая о муже как возлюбленном. И вот тонкие параметры матрицы меняются в тонкое тело мужчины. Рождается мальчик. По закону карма не привязаны не снова встречаются в следующей жизни. Уже не как жена и муж, а как муж и жена меняются ролями. Вот такие жесткие механические законы. Посею, пожалуй. То есть мы перемещаемся при помощи тонкого тела. И сейчас это грубое тело всего лишь откликается на мои какие-то внутренние импульсы. Он не просто ходит, он получает импульс к этому. Тонкий импульс внутри меня. И тело подчиняется, оно действует. Оно говорит так же, сначала происходит в уме, а потом через язык и интонации. Я должен жить внутренней жизнью, чтобы это тело выражало эти способности. Если этой внутренней жизни нет, тело ничего не выразит. Оно мертвое. Оно как одежда. Оно двигается, потому что двигается тело. И тело двигается, потому что там есть живое существо. Импульсы. Жизнь. Но стоит этой жизни покинуть тело, что вы видите? Нет жизни. Не было как будто огромная разница, гигантская разница между живым и мертвым. Обратите внимание, изучите этот момент. И древние говорят, ты никогда не увидишь своей смерти. Со стороны ты видишь, что тот умер, но ты никогда сам не увидишь своей смерти. Ты не умрешь. Ты увидишь тоннель, канал, по которому ты выйдешь из тела. Есть девять отверстий этого тела, два глаза, две ноздри, рот, уши, анус гениталии. Девять выходов. Каждый выход отвечает за определенное предназначение, куда вы пойдете. Потому как человек умер, открыв рот, или глаза открыты, или через нижние чакры, когда он испражняется в момент смерти. Можно судить о том, куда он направился, примерно в каком направлении, но точно сказать, никто не сможет понять, где он сейчас. Это очень сложный закон, не подвластный разуму человека. Одно мы знаем точно, что мы обрели человеческую форму жизни, сейчас прямо здесь. Это факт. И вот это нужно изучить. Это главное наше предназначение, что такое человек, кто я. Если мы говорим о счастье, то счастье это свойство жизни, не свойство тела. Тело называется на санскрите асад, оно не существует. Почему не существует? Да вот же оно. Триллион операций в секунду, поток обмена веществ идет. Оно не существует, как что-то постоянное, это просто как под душем вы стоите сейчас. У вас меняются клетки, обмена веществ, дышите, пьете воду, принимаете пищу, выделяете постоянно что-то, триллион операций в секунду. Через секунду у вас другое тело уже. Через семь лет все клетки и тело заменяются полностью. У вас новое тело. То есть вам 70 лет, 10 раз вы меняли тело. А вы личность та же самая, вы себя помните в тех прошлых телах, и ребенка, подростка, вы помните себя? Хотя вы взрослый человек, можете не понимать ребенка, уже забыть об этом, смотрите, что у вас другое тело, тело взрослого человека. Конца не наступает, смотрите, вы были ребенком, этого тела больше нет, но конца не наступило, продолжайте существовать. Сменили тело юноши на взрослого, то же самое, конца не наступило, просто тело сменили, по-другому же выглядите. Если у вас запорожец 1812 года из Дания, вы на им ездите каждый день, то за это время вы его, конечно, уже весь износили, и колеса, и кузов, и мотор перебрали, это уже другая машина. Но все говорят, запорожец, мы узнаем его, и номера те же самые. Нет, это уже другая машина. Тип сохранился. И пока тип сохранился, вы узнаете человека. Но когда меняется тип тела, вы уже не узнаете эту личность. Это невозможно, это трудно. Более того, в этой жизни можете заработать миллионы долларов, в счет банки, в швейцарском, пожалуйста, можете это сделать. В одну секунду вы оставите все этот момент. В следующей жизни вы не можете сказать, я в прошлой жизни заработал, дайте мне с этого счета хотя бы немного. Вас полицию сразу позвут, скажут, вы нарушаете закон. Какой же закон я нарушаю, простите, я заработал, точно помню. Это мои деньги. Я просто сейчас в другом теле. Мошенник, иди отсюда. Палкай моего отсюда. В тюрьму его давайте. Вымогатель. Суровые законы. Все у нас отбирается в какой-то момент от времени. А что это за закон такой? Он справедливый? Нет, я же заработал, правда. А закон очень простой. Ишаваси, идамсарвам. Великий закон. Его нужно знать для счастья. Все принадлежит Богу. Все несчастья от того, что люди не знают, кому что принадлежит и сколько. Отсюда все конфликты. Убийства, ссоры, тюрьмы, нарушения закона. Из-за собственности, из-за чувства собственности. Убанишады говорят, Ишаваси, идамсарвам. Запомни, все принадлежит Богу, ни тебе, никому. И вот смерть нам говорит, если мы не понимаем, ни твое. Оп, и ничего нет. И не было. И до этого ты пришел сюда ни с чем, и ходишь ни с чем. Ни твое. А что же мое? Вот я ищу, ищу себя. Где же я? Что же это означает? Я заработал миллион долларов, а теперь мне говорят, это не твое, это принадлежит Богу. Простите, что это означает? Куда я должен это отдать, что ли, кому-то? Какому Богу еще? Это кому-то в руки? Вы меня обманываете, не так ли? Хорошо. Хорошо, вы великий ученый. Великий ученый. Большие знания. Зачем вам столько знаний? Учить других? Конечно. Пишите книги, распространяйте, проводите семинары, общайтесь с людьми. Если у вас большие знания, вы должны быть большим аудиторием для всех. А если вы обладаете большой властью, управляетесь страной, или регионом, или областью, зачем вам это все? Для блага горожан, население, вы должны организовать их жизнь, здравоохранение, образование, дороги, вы должны позаботиться. Вот для чего он дается власть большая, или большие знания, чтобы людям благо приносить. А вот у вас куча денег. Зачем? С той же целью. Для всех, для блага всех. А что же мне говорит, что это мои деньги, я никому не дам? Моя жадность, моя гуна, моё качество. С жадности начинается нищета, путь к нищете, говорится в ведах. И последовательно описывается, как это происходит, именно с жадностью. Изначально люди должны быть богатыми. Все. Без всякого престижа. Когда все богаты, в этом никакого престижа нет. Когда один богатый, все нищие, это престиж. Вот чем наслаждаются современные люди. Престижем. Это счастье. Когда я выше других, богаче других, красивее других, умнее других, вот оно счастье. Мне завидовать должны люди. Это всего лишь престиж, ложное счастье. Его еще называют счастье от омовения ослиной мочой. И она обжигает. Я не пробовал, но говорят. Обжигает, тоже, знаете, такая энергия идет ослиной моча. Жжет немножко. Счастье от ослиной мочой. Настоящее счастье это внутренняя энергия. Мускусный олень бегает по лесу по весне, как сумасшедший гон. Возбужденное животное. Что же возбуждает чувство этого оленя весной? Его собственный запах. Из пупа выделяется мускус. Аромат. попадает в нос оленю, он как сумасшедший ищет. Где? Где мое счастье? О! Видит олениха. На самом деле, он что-то это изнутри и переносит на какой-то объект. Есть люди талантливые, которые умеют глубоко чувствовать. Они описывают это в книгах, и все остальные читают, что эти чувства можно пробудить у читающего слушающего человека. Потому что не имеет таких чувств, но он общается и чувства пробуждаются. У нас есть этот потенциал. Есть! Если есть хорошее общение, он пробуждается. А есть уже пробужденные люди. У них есть источник счастья внутри. Это очень ценно. Если вы это уже имеете в сердце. Счастье внутреннее от собственной природы. Как этот мускус на лень. Вы должны чувствовать аромат своей жизни. своего ума, своих чувств. Возьмите Льва Толстого. Талантливый писатель. Но все же мудрец был известный по всей России. Его авторитет был наравне с царем, если не выше. Какие чувства? Его просили сыграть нам на рояле. Он отказывался всегда. Но его упрашивали. Он садился играть на рояле, брал несколько аккордов, нот. Его чувства всплывали наружу, начинал рыдать, хватался за голову и убегал. Так он играл на рояле. Не доигрывал произведение. Не не в состоянии был. Человек был наделен острым чувствами. Достоевский почему такие книги писал удивительные? Как тонко, как наблюдательно, как научно. Он не был таким психологом образованным. А что с ним было? Послушайте, он воспринимал мировое зло как личное оскорбление самому себе. Вот как он чувствовал жизнь. Стендель. Когда он услышал просто на слух, какие сокровища, ценности искусства хранятся во Флоренции, он потерял сознание. Какие люди? Талант? Леонардо Д'Адвинчи пишет «Тайную вечерю». Я не помню точно, неделю или две, или больше. Он не спал и не ел. Забыл про это. В трансе находился человек. В другом измерении. Эйнштейн. Эйнштейн, по-моему, это был. Я прошу прощения, могу перепутать. По-моему, это был Эйнштейн. Шел с лаборатории домой на обед. По пути встретил знакомого друга и спросил «Ты не скажешь, куда я сейчас иду? С работы домой или дома на работу? Потому что если я иду с работы домой, то я еще не ел. А если дома на работу, то уже пообедал. Подскажи. Он даже не сознавал, сыт он или голодный, он мне об этом не думал. Смотрите, какая сила ума, какая сила чувств. А если такой гуны нет у меня? Нет. тогда я думаю только о желудке, языке и гениталиях. А ненавязчиво, а что я могу сделать? Язык, желудок, гениталия, одна линия йогическая. Укротить ее можно только через язык, начиная с языка. Если не укращается язык, наполняется слишком желудок, желудок наполняется слишком, активизируется, давит на гениталии. Человек поел, попил, закурил, наполнил желудок, куда пойти? На людей посмотреть, себя показать. Гениталии требуют прогулки. То же самое делают собаки. Пойдет и бегут совгупляться, смотрят по всему городу туда, где тут кобель. Это биологическая природа. Она тоже есть у человека, видите? Если у нас нет высший гун, низший гун работают, мы не можем избежать этого. Мы попали в такую вот ситуацию безвыходную. Либо ты будешь счастлив, либо ты пропадешь. Контроль начинается с языка. Желудок и гениталии, да, нужно успокоиться, настроиться на высокие мысли. Да, это постепенно происходит, не сразу, не сразу. мы здесь будем час, может быть другой. Через какое-то время ум начинает настраиваться, мы начинаем чувствовать, о чем речь идет. Это мало, немного. Это лишь направление в дальнейшее как бы нашей жизненной силе, направление жизненной силы, нашей внутренней энергии. Если направите вниз, она возбуждает наш ум. Если вверх, она возвышает наше чувство. Начинаете чувствовать все по-другому, видеть по-другому, дышать по-другому. Это написано в этой книге, что в гуне добродетели счастьем становится источником вашей чувства и ваш собственный ум. поведете солнце, вы чувствуете счастье, как все просто. Вы едите освященную пищу и вы в блаженстве. Вы уже говорите по-другому, вы чувствуете по-другому, вы общаетесь по-другому, вы делитесь им счастьем. Не так, что ты сделаешь меня счастливым, и ты сделаешь меня счастливым. Все, поженились. через 10 лет ты мою жизнь угробил, и ты мою жизнь угробил. Мы так и не получили друг от друга это счастье. Хотя требует ты должна, ты должен, ты должна, ты должен. Сексуальная энергия требует самоудовлетворения, два эгоиста встречаются и говорят любовь. Это еще кама, это еще не любовь, это преддверие, это как бы стартовый ключ отношений, да, сначала кама. Молодежь, конечно же, влюбляется, это их возраст, это тонкое чувство, оно еще не испорченное, оно еще чистое, они себя еще обождают, они боятся друг друга, признаться даже боятся в этом. Это еще чистое отношение, все это знают, а что потом происходит? Когда начинают эксплуатировать друг друга, а что они превращаются в секс-машины, а потом что? надоело, нужна чужая жена, а потом и чужая жена надоела, вообще противоположный пол надоел, однополый интересный. Да, 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 мы видим сегодня, мир идет этим, мы об этом говорили еще 20 лет назад, потому что это древняя мудрость, поймите, это не то, что чье-то предвидение, это уже видят мудрецы заранее, если вы пойдете путем вожделения, вы придете к однополым бракам, вы придете к вырождению человеческого рода, а в конце что? Это не предел, вожделение пойдет дальше, простите, дальше однополый брак, куда дальше? Ганнибализм, вот что дальше ожидает людей, а что дальше? Атмаха, на санкрытии говорится, самоубийца, это заканчивается уничтожением личности, самоуничтожением, кама никогда не удовлетворит наше чувство и разум, все мало, все мало, и в конце концов, когда человек не удовлетворен, и так, и эдак, и эдак, и так не удовлетворен, весь мир дерьмо, он говорит, все, записку оставил, сколько сейчас людей, живущих в мире, которые не убивают себя, но помышляют об этом регулярно, посмотрите внимательно, это видно по лицам даже, они не озвучат эти вещи, но они регулярно помышляют об этом, что надоело жить, надоело жить, что это такое? не удовлетворенная кама, где же любовь, где счастье? Я дохожу до истерики, жизнь моя проходит, что я ставлю своим детям, что я бесполезен, я не хочу такой жизни. Это реальные факты нашей внутренней жизни, нашего конфликта. у нас нет выхода, дорогие мои, сейчас нам не дадут эту науку, ни институты, ни университеты, мы должны сами учиться сегодня, сами искать, в этом вся ценность поиска жизни. Не ждите, что нам преподнесут на готовом все этом виде, но должна быть потребность души к счастью, к саморазвитию, к бескорыстной любви, божественной любви. Не просто человеческие какие-то потребности утолить язык, желудок и гениталии, жить в комфорте. Мудрицы говорят, комфорт отвратителен, он разлагает душу. Нужна аскеза. Это не для женщины, сейчас говорю. Для женщины аскеза уже готовна природой. Не надо добавлять к этому ничего. Бегайте, веселитесь, пока вы не замужем. Ха-ха-ха, ха-ха-ха, пока не замужем, вот так вот, сколько хотите. Вы идите замуж, у вас света белого, не увидите. Дети, муж там, заботы, говорится, нет более трудной тхармы в этом мире, чем быть женщиной. Так написано. Самая трудная роль, такую жертву, которую мать совершает, никто не может повторить. Поэтому поклоняйся после Бога матери, говорится. Она представитель Бога именно. Такую жертву, только мать может совершить. А отец тоже имеет свою роль полезную, несомненно. И счастье начинается с доброты, мы с этого начали. Далее идет активная доброта, служение. Вот этому нужно уже учиться. Вот это первый шаг к этой школе. Служение. Ты не удовлетворил мои чувства, я не удовлетворил твои чувства. Это господство. Это эксплуатация. Это тонкая эксплуатация, основанная на сексуальной энергии. Ради собственного чувства я это делаю. Я использую кого-то, кому это нравится или даже не нравится. в этом тоже есть вкус извращенный. Поэтому, если мы говорим о близких отношениях и счастье в близких отношениях, то есть добродетель, и она должна быть активна через служение. Как говорится в Коране, вернее, это не Коран, но можно сказать, что это Коран, это хадисы. не любовь важна в браке, а забота. Вот отсюда проистекает эта любовь. Она взращивается и поддерживается служением. Самый мощный принцип жизни служения. Это и наша истинная суть. Не господство, а служение. Мы маленькие частички целого, а часть служит целому. Прекрасен царь, который хочет служить. И отвратителен слуга, который хочет царить. Так говорят на Востоке. То есть наше счастье, наше путь к счастью через служение, а служение — это дары бескорыстные. Вот это уже начало счастья и любви, которое можно почувствовать. У вас день рождения сегодня? Хорошо, идите, купите себе букет цветов, и всё. Ну, торт себе ещё сделайте, поешьте. Не, ну, какой день рождения? Это когда вам дар приносят, это другой вопрос, те же самые цветы, но в дар. Тот же торт, но кто-то и делает с любовью, вот в чём дело. Сейчас вы будете только дарами, говорится в Ведах, а не приобретением собственностью дары. И пусть это будет не маленький дар, но если это пронизано любовью, проникнуто любовью, это будет самый ценный дар. вы будете годами вспоминать этот засохший цветочек, который вы храните в книге, вспоминать ту личность, дорогую для вас. Маленькая простая вещь, понимаете, или кусочек фото, но если там была любовь, вы никогда это не забудете. Это будет у вас главное в жизни. И можно чахнуть в злате. Чахнуть в золотой клетке. Это тоже нам известно. Нам всё известно. Мы что, что-то новое говорим? Но почему это говорим, говорим, говорим эти правила, эти заповеди, что такое? Не хватает одного и вещи нам. Нам на одну вещь не хватает о последнем заповеди, одной. Делать всё это, давать дары, принимать дары, угощать освященной пищей, принимать, делиться сокровенным, учиться сокровенному, учиться чувствовать, учиться любить. Любовь, когда вы это делаете, не ожидая ничего взамен. Можно ещё так сказать. Скажите, ну нет чувства, оно пробудится. Её можно пробудить таким путём. Я лежал в больнице как-то, мне было лет девятнадцать, не помню. Я там потерял сознание, где-то сутки лежал, почти без сознания. Был там сепсис. А проснулся в палате, несколько кровати, там люди лежат тоже. Мне ничего там не понравилось, ни палаты, ни люди вообще. Попал я сюда, в эту больницу, тут месяц лежать. В плохом настроении лежу. Там был сосед какой-то молодой парень, почти одногодкий. Такой симпатичный, но мне не понравился вообще. Вообще не понравился. С такими вообще я даже близко не подошёл. И он так на меня ходил, всё смотрел, всё как хотел, как-то заговорить, а я так отворачивался. А дальше он сделал вообще какую-то наглую вещь, знаете. То есть в моём настроении он вдруг сел прям к мне на кровать, широко разулыбался на меня и высыпал мне на грудь горсть конфет. Я смотрю, любимые конфеты мои, боже мой. Сразу мы стали друзьями в одно мгновение. Был другой случай как-то в Риге в советские времена. Он облетел весь Советский Союз, этот случай. Один человек спас жизнь ребёнку. Это мужчина взрослый, он шёл по площади где-то в Риге и там было здание, жилой дом, старый, знаете, вот планировка, они очень высокие эти пролёты. Четвёртый этаж там как шестой, наверное, в нашем измерении современном. Высокие дома. Он увидел там девочку на подоконнике лежит пятилетняя. Спит. Открытое окно, лежит, спит. Вот была целая передача о нём, всё это потом сыграли, показали на экране, как всё было, восстановили. Он это увидел, остановился, человек вообще в шляпе. И ребёнок на его глазах во сне переворачивался, сейчас упадёт с этажа. Дальше он, даже не помню, что я делал. Дальше просто бежал, на ходу снял плащ, я не соображал, что я делал, я всё делал автоматически. И на руки в плащ поймал ребёнка. Ну, там слава, его фотографии, там все статьи в газетах, там и прочее. И что же? Он за одну минуту стал самым дорогим человеком этой семьи. Видите, что делает жертва? Всё трансформирует в любовь. За одно мгновение. За одно мгновение можно стать дорогим человеком, если ради кого-то жертвуете жизнью. Или временем. Или словами. Как мы жили в коммунальной квартире? Боже мой, это же проблема. Проблема века была, знаете, Санкт-Петербург, это проблема. Сейчас, вот я думаю, избавляются от этой проблемы. Это была целая программа, как избавить людей от этих коммунальных квартир. Они выбрасывались из окон, они бросались в фонтанку зимой под лёд. Не выносили этих отношений. Очень сложно. Одна уборная на несколько комнат. И каждое утро это расписание. Одна минута. Скандал, 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 скандал за все эти вещи. Очень сложно. И что они там? Они там терпят. Просто терпят. Годами. Выходят на кухню и смотрят друг на друга. И думают что-то. И терпят. Что было вчера, что позавчера. Кто такой? Кто другой? Кто третий? Кто четвёртый? Только об этом и думают. В уме ничего другого нет. Всё крутится, всё крутится, крутится. Потом какое-то маленькое слово, не такое. Взрыв. Взрыв. Всё, посуда бьётся, там страшная вещь какая-то. А теперь давайте перевернём ситуацию в другом направлении. Вы начинаете думать хорошо, замечать хорошие вещи. В каждом есть. Потом говорите несколько хороших слов. Это тоже чаш наполняется, верно же? Позитивно наполняется, 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 наполняется. Когда она становится полной, одна улыбка достаточно, чтобы вы были счастливы с этим человеком. Ничего, оказывается, не нужно. Нужно просто быть наполненным, позитивом. это работа с умом. Семейный человек или не семейный человек, работающий в социуме, если он не работает со своим умом, он станет врагом самому себе и другим. Ум должен быть подобен огню, говорится в Ведах. Огонь чистая субстанция, знаете, если вы бросите в огонь даже что-то нечистое, он сожжёт и останется чистым. Это называется самосветящийся ум. Люди в Сати-Югу обладали таким умом естественно, без усилий, без практики. Была когда-то Сати, это другая эпоха, сегодня Кали, была Сати. Люди от рождения обладали такой способностью, вот таким чистым умом, самосветящийся ум. Знаете, что они делали в жизни? Ничего не делали. Им не нужно было работать, создавать заводы, плавить сталь, или делать самолёт, или технику. Они обладали всеми ситхами, всеми способностями. Им не нужны были телефоны, они переговаривались на расстоянии, по-другому, естественно. Они слышали звуки в эфире, а не в воздухе. Они невооружённым глазом, в солнечном луче могли видеть молекулу из трёх атомов. Описано в Пуранах. Как выглядят атомы, откуда они знали? Откуда они знали расстояние от Солнца до Луны, от Солнца до Земли? Всё точно. Никаких технологий, самосветящийся ум. И вы видите то, что не видят обычные люди. И слышите. Всё по-другому. Вам не нужны сотовые телефоны. Вам не нужна техника. Вы живёте на уровне очень тонких законов материи и Духа. Это состояние ума. Если ум взять пример, как настройка, знаете, поймать волну, где-то вы поймаете волну, информация пойдёт сама. Но если вы не поймали волну, ничего не услышите. Ничего не услышите. Нужно поймать волну. Это работа с умом. Ум нужно сделать чистым, позитивным, возвышенным в мыслях. Или, как говорят, священным. Для этого это и пишут все эти трактаты священные. Не убей. А вот подумайте об этом теперь. Не просто прочитайте. Подумайте. Посидите полчаса и подумайте от этой фразы «Не убей». Вы откройте для себя другой мир. Как это вообще? В широком аспекте. Поразмышляйте об этом. Вы откройте совершенно другой мир отношений. Не прелюбодействуй. Ну и так далее. Подумайте об этом. Вы видите, что есть другое измерение жизни вообще, чувств. Мне однажды принесли распечатку 99 имен Аллаха. Я просил на часа полтора. Читал все эти знания. Много близких, много синонимов. Но такие тонкости, такие тонкие отличия, такая сфера, такая чистота. такая святость потрясающая. Для ума это такое очищение. Это написано во всех священных трактатах. Имя Бога вас спасёт. Призвавший имя Господа спасётся, говорится. Освободит от всех дурных качеств, что эти имена самые чистые понятия, самые возвышенные. Для ума это лучшая пища. И если вы философ немножко хотя бы, вы никогда не погрузитесь в депрессию, вы никогда не поддадитесь несчастью, потрясениям этого мира. Если вы немножко даёте умственные нагрузки себе, немножко философии, философия — это любовь к истине, истина в том, что материя и дух отличаются, изучайте себя, изучайте мир. Если вы философ, вы никогда не впадёте в депрессию, у вас не будет никогда психических отклонений. Если вы думаете, я хочу и не получаю, а я хочу, а мне не получается, а я всё равно хочу, вы следите с ума очень скоро. Повышается энергия страсти, гуна страсти, она повышается до определённого уровня, человек сходит с ума. Хочу, 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 не получаю, хочу, не получаю. Эксперимент, я рассказывал такой эксперимент с шимпанзе. Это доказано, это наблюдалось, я видел в записи этот эксперимент жуткий. Стол, вернее, больше подиум, чем стол, на котором лежит большой апельсин, и он подключён к току под напряжением. В комнате больше ничего нет, приглашают шимпанзе позавтракать. Понятно, что шимпанзе увидит апельсин, она возьмёт его. Это лакомство. Любая обезьяна, она просто у вас вырвет из рук, если увидит. И она смело подходит, берёт и получает сильный удар. Она не понимает, в чём дело. Что она делает дальше? Она берёт другой рукой. Хочу и не получает. «Но я же хочу!» Она берёт снова, получает ещё один удар. Она начинает кричать, переворачиваться и бросаться двумя руками, получает ещё больше удар. Она бегает вокруг стола и бросается снова и снова и снова. Через три дня эксперимента. Шизофрения. Всё очень просто. Неудовлетворённое желание. Вот вожделение, враг нашей души. Неудовлетворённость постоянная. Всё вроде бы есть, что надо. Жиру бесится, а ещё не говорят так о людях. А человек не может справиться с вожделением. Как же её трансформировать в эту чистую пхаву настроение, которое откроет мне глаза совершенно по-другому? Есть история в Куранах по одному царе. Он убил Ракшуса, злобного Ракшуса в лесу, который пожелал мудрецов, людоеда, титана. Сейчас таких существ нет. Может быть, это снежные люди, я не знаю. Сейчас мы не наблюдаем в лесах этих Ракшусов, но они когда-то жили человека-звери. Этот царь, он узнал об этом беспорядке и убил одного Ракшуса могущественного. Но у него был брат, затаил злобу этого царя, решил отомстить. И что же он сделал? Они меняют облики эти Ракшуса. Он изменил свой облик, со временем проник на кухню царя под видом служения и приготовил мясо. Отца ел только освященную пищу. И он знал, что в это время к царю придет мудрец, который ест только освященную пищу, он не касается другой пищи. И в это время он поднес мясо, скрытое какими-то чистыми продуктами. Мудрец взял и положил в рот. И почувствовал, что он осквернился, вся его аскеза пропала. Сказал, так ты совершил такое оскорбление? Ты меня пригласил на царский обед меня, практикующего чистую святую жизнь, и предложил мне мясо? Я проклинаю тебя, ты станешь ракшесом. Это была месть этого брата. Я сказал, прости, дорогой, ведь я не планировал этого, я сам жертва. Я не знаю, как это произошло, но проклятие уже сработало. Знаете, звук, он может изменить структуру нашего ДНК. Благословение, проклятие словом делается. Звук очень могущественный. Вначале было слово, слово было Богом, говорится, звук владает силой. От того, что мы слушаем, зависит наша судьба, от того, что мы говорим, строится наша жизнь, отношения, слова. Если вы говорите лишние слова, ваша судьба будет очень сложная. И так это проклятие произнес мудрец могущественный, и царь получил проклятие. Сразу почувствовал, как у него изменился интеллект. Но только пропал интерес к управлению каким-то этим атрибутам и правилам. Какая разница, могу жить свободно теперь. Стал каким-то вульгарным. И через какое-то короткое время вдруг увидел, боже мой, сколько тут существ, которые годятся в пищу. Он увидел мир по-другому. Как вы видите пищу, определяется наше сознание тоже. То, что пища для одного, я для другого. По пище можно сказать, о человеке очень много, но об этом поговорим завтра. Это будет практическая часть завтра. Что-то практическое завтра скажем. Сегодня просто обсуждаем тему счастья. Она очень огромная, очень объемная, это великая тема. Сюда включаются все аспекты нашей жизни. Наши чувства, наш ум, наш разум, наше мнение о себе. Все это нужно знать, как этим управлять правильно. Это наша жизнь. Ошиба, конечно, не миновать, несомненно, но есть средства очищения. Обязательно у каждого должно быть очищение. Мы, конечно же, каждый день где-то загрязняемся, мы стираем одежду, мы умываемся, принимаем оверения, мы всегда следим за этим. Так давайте же займемся нашим умом. Его тоже нужно очищать, поддерживать чистоте. Это главная практика чистоты. Если ваши одежды чисты, тело чисто, но ум грязный, вы не чистый человек. Если ваша одежда грязная, может быть, но ум чистый, вы чистый человек. Никто даже не заметит, что вы плохо одеты, когда начнете говорить и общаться с людьми. я пошел в школу начальной классы. Это было на Дальнем Востоке, мы жили на острове северном. И там была директриса, ветеран Великой Отечественной войны женщина. Один протез нога, один глаз искусственный, все лицо в ямах и шрамах. Она воевала. Толстая, как каракатица, кривая. На вид ужасная женщина. Я не видел в жизни человека, которого любили больше, вот ту женщину, как и любили все. Я в нее влюбился с первого взгляда, будучи ребенком. Она просто меня посмотрела и сказала на несколько слов. И улыбнулась вот этим уродливым лицом так, что у меня все просто внутри потекло от счастья. Что за сила такая? И все. Там были мальчишки, там дрочуны, там кто угодно, хулиганы. Она просто подходила, что-то говорила. И все перед ней стояли, как дети маленькие, младенцы. Очищались мгновенно. Она также общалась с родителями. У нее было столько доброты, столько любви. Я думаю, это просто мне большая удача в жизни, вот в те годы получить такое впечатление на всю жизнь. Вот этот образ, материнский образ. Я любила вся школа, она умерла очень быстро. Там уже плакали, знаете, там полгорода плакала. Мы пришли на эти похоры, но мы не могли вынести. Дети все рыдали, родители рыдали. Как ее любили все люди. Потрясающе. Итак, это умонастроение действительно отличается от вожделения. Вожделение означает кожа, красивое лицо, формы ног, грудь или что-то другое. Запахи при близости стимулируют нас общаться, касаться, обниматься, вступать в интим. Красота. Ну, а мать? Моя мать ушла в 87. Она не была красива в этом возрасте. Когда я приезжал домой, замечала, она старела на глазах, таяла. Да, такая же каракатица стала, как та директриса. Но как я ее любил, мою мать, как она меня любила. Такой любви в жизни не бывает ни с кем. Это особая какая-то вещь. А почему? Там же нет красоты, нет такой кожи, и запахов даже таких нет. Старый человек, жертва. Она жертвовала своей кровью в форме молока, это моя мать. Она мне рассказывала, как я родился недоношенным, как ей пришлось вынашивать меня. А все говорили, умрет твой ребенок. Она говорит, не умрет мой ребенок. Она боролась за мою жизнь. Она мне это все рассказывала, сколько она пережила моих болезней. Она мне все рассказывала потом. Если со мной что-то случалось, она сразу звонила и говорила, что случилось? Я же не говорил ничего, мне сон приснился. Она все знала про меня. Как так случается? Без телефона, без связи. Она чувствует, что-то есть в жизни, а? Есть какая-то особая связь? И так нас учит семья, родители, друзья, супруги, дети. Это большая школа. Завтра поговорим об этом. Что это за школа и что это за отношения? Их пять существует таких отношений. Раз вкусов счастья. И все это основано на духе активного служения и заботы. С этого начинается наша счастливая жизнь. Вот с этой привычки служить, заботиться друг о друге, а потом научиться любить, а не вожделеть. От вожделения отвлекут дети. Вожделение заканчивается зачатием, рождением ребенка. И ребенок отвлекает наши чувства. Они уже не сексуальные, верно, совершенно верно. И выбирать нам приходится партнера один раз в жизни только одного. А потом уже выбора нет. Вы влюбились, все, ваш выбор, женились, вы выбрали. Счастья вам желаю. Дети, которые у вас родятся, вы уже не будете выбирать. Они могут разные родиться, больные, здоровые, и глупые, и ужасные, с ужасной судьбой, но это будет ваш ребенок все равно, кем бы он ни был. Хоть последний негодяй или такой святой, как Иисус, это ваш сын будет все равно. Вы должны принять его, какой он есть. У этих детей, которые вы выращиваете, и не выбираете, и любите, какие они есть, появятся друзья, и вы их тоже не выбираете. Конечно, советуете, но в конце концов не выбираете. А потом ваша дочь подрастет, придет мальчика в дом и скажет, вот, замуж выхожу. А вы такого мужа не выбирали, понимаете, вообще, даже близко. а ваш сын скажет, а вот эта девочка будет моей женой, а вы тоже думаете, нет, вот я такого, знаете, не пожелал бы врагу вообще. Известное отношение тещи и зятя, да. И у вас нет выбора практически, кроме как любить все, что приходит. Только один выбор в жизни, смотрите. Муж, жена, да, выбираете, все остальное посылается судьбой. Для чего такие испытания? А чтобы мы учились настоящей любви и невожделения? Суть в том, что в каждом человеке есть непреходящие ценности, и мы должны учиться их пробуждать друг в друге, не обесценивать друг друга, а наоборот, возвышая умы, чувства. Трудная школа, это стоит нашей жизни. Это настоящая школа. Не готовьтесь к люка жизни, отбросьте это все. Принимайте ту жизнь, которая у вас есть, и работайте качество, развивайте эти качества в себе и в других. Все, что развиваете в себе, сможете передать другим, в себе не развиваете, не сможете ничего сделать. С себя начинаете, особенно если вы родители, вы научите только тому, что сами умеете и имеете. Не так, что вы закуриваете, ребенку говорите, когда вырастешь, курить не будешь. Не сработает. Вы должны сами иметь достаточно силы, жизненной силы, чтобы контролировать свои чувства. Итак, для мужчины важно ставить высокие цели и привыкнуть к аскезе, а не комфорту. Добиваться целей необходима сила характера, которая напрямую связана с потерем семени. Завтра об этом поговорим. Это некая физиология будет мужчина и женщина и психология. Мы покажем здесь на доске также, чем они связаны и чем они отличаются мужчина и женщина и почему так. Это важно будет знать сегодня для нас. В древности такие семинары не проводили. Люди это видели, могли видеть разумом. Сегодня мы забыли об этом. Эмансипации и прочие представления ложные затмили рассудок. И сегодня уже однополые браки. у нас в ходу. Мы забыли природу, свою собственную природу, стали забывать. Чувства стали нас уводить в сторону и сильно обманывать. Под давлением чувств люди не могут изменить свое поведение. Сила была огромной, огромной силой чувства. Но завтра мы поговорим о том, что есть другая сила, превосходящая все. Сила добродетели, сила любви к Богу. на которой сдержится все самое святое и чистое. Итак, пожалуйста, здесь мы как-то завершим сегодняшнюю беседу и переступим к вопросам. У вас есть карточки, да, где можно писать вопросы. Как-то, я думаю, все это уже организовано. Пожалуйста, мы дадем паузу минутную, чтобы собраться с мыслями. Засиделась в декретном отпуске, одолевает лень и в домашних делах, и вообще, как преодолеть лень. Да, век калий характерен ленью. Есть ленивые люди, есть от природы ленивые люди, с ними ничего не сделаешь. О них нужно просто заботиться. это как исключение из правил. Видели, ленивцы существуют в Австралии, по-моему. Да, есть такая обезьянная ленивец называется. Так он на ветке висит. Через полчаса придете, он сделает такой шаг. Как-то он живет. Ленивцы. Вот можно такую форму жизни получить после декрета. Можно развить такое настроение в момент как бы смерти перенестись в тонкую матушу, перенестись как раз в такое подходящее тело. Но есть природа, мы говорим, и действительно, есть люди от природы таковы, что вы не сможете их модус изменить. Они в этом модусе проживут всю жизнь. Они тоже могут заниматься какой-то полезной деятельностью в своем модусе, в своем ритме. Но, как правило, это просто дурная привычка. Это исключение то, что мы сказали. Бывают такие люди, я согласен. Один царь сказал, строим столовую. В царстве много ленивых людей, нужно о них заботиться, строим бесплатную столовую. И построили столовую. Теперь приглашайте всех, кто ленив, бесплатно обедать. И столько народу пришло в эту столовую, стали обедать. И царь сказал, поджигайте со всех сторон столовую. Подожгли, все туда в рассыпную, кто куда, кто в окно, кто в дверь оттуда, спасаться. Два человека там сидят, ждут добавки. Один говорит, слушай, уже припекается на убоку, может быть, как-то нам подняться, уйти, да нет, просто другим боком повернись, подожди еще. Этих двух вытащили оттуда, сказали, царь сказал, вот это ленивые, их кормите, остальные должны работать. То есть нужно проверить это все. Вот это декретное время женщина может потерять энергию после родов. Мы наблюдаем такой феномен, не со всеми. Но сегодня что-то много таких примеров становится, что только рожает ребенка, она теряет жизненную энергию, все, ничего толком не может делать, какая-то становится апатичная, вялая. Так тонкое тело не выдерживает этой связи с ребенком, как будто из него вытягивают все силы, вот так она себя чувствует. Тут нужно просто заботиться, муж должен на себя брать такие обязанности уже, просто поддерживать ее, она постепенно восстановится. но если вы привыкнете к этому состоянию, это опасно. У нас был кот, лапы поранил, мяу ходил, мяу, и мой, Вася, Вася, иди, сметана тебе, иди, молока тебе, мяу, мяу. Неделя проходит, мяу, мяу. Что ж такое, не заживает-то? Перетворялся. Перетворялся, понимаете, кот, разумный. Мы его поймали потом. Бежит, сломая голову за воробьем. Нас увидел, мяу, мяу. Вот негодяя. С Леней нужно бороться, конечно, это порог. Это серьезный порог. Что еще сказать? Завтра скажу больше об этом. Тут нужно убедить человека, знаете, так, чтобы у него проснулась решимость взяться за себя. Попытаемся завтра об этом поговорить более подробно. Как же взяться за себя, а не только ленивым людям, всем нам. Мы все в каком-то смысле ленивы. Во сколько вы стоите утром? Кто стоит в 4 утра? Кто в 5 утра встает? Вы видите, сколько человек? И вот уже больше 5 утра встает. Кто в 6 утра встает? Каждый день. Вот есть какие-то способные. Остальные все ленивые, Надо кормить их просто. Сейчас есть возможность задать вопросы лично Александру Геннадьевичу с помощью микрофона, которые, да, по поднятой руке. А на карточке мы ответим вам всем позже и вышлем ответ. Поэтому, да, поднимайте руки. Спасибо. Спасибо. Как помочь девушке? Я извиняюсь, я читаю вопрос. Как помочь девушке, получившей крайне негативный сексуальный опыт и возненавидевшей мир агрессия, депрессия, паника? Такое несчастье может случиться, да? Так судьба может сложиться очень тяжело у человека. Это самскара тяжелая. Самскара означает отпечаток или впечатление в сознании. Пожизненное будет. Эти самскары, отпечатки у нас хранятся еще с прошлой жизни, разные. Мы можем чего-то бояться без причины, например, в этой жизни. Это самскара с прошлого забытая. Отпечаток остается. Сознание очень тонко устроено. Если мы кого-то обманули в прошлой жизни, в этой жизни будем бояться, что нас обманут, у нас страх появится, чего раньше не было. Определенный вид греха вызывает определенный вид страха у человека. И здесь вот это самскара, человек получает такой опыт, девушка, причем, говорится, девушка получает, это очень болезненный опыт, страшный опыт, агрессия, паника, всякие фобии могут быть. То есть психически могут быть проблемы у человека. Не редкость в этом. Мы видим, что много сейчас женщин страдает психическими такими проблемами, беспокойствами, не оправданными ничем. Просто так психика работает, адская машина какая-то. Если женщину не любят, она теряет красоту, теряет здоровье, она теряет себя. если она никому не нужна, это самое худшее в ее положении в жизни, что может быть. Что веда говорится, что женщина, она находится под опекой любви на всех этапах жизни, иначе она не будет счастлива. В детстве отец должен любить как самую лучшую в мире. В юности это молодой муж любит ее как самую лучшую ценность дорогую для себя. В старости дети должны заботиться о ней. Это положение женщины. Они должны быть под защитой любви. Если кто-то надругался над женщиной, тем более над девушкой, Манус Амхита говорит, такого человека сжигают заживо на медленном огне. Это Манус Амхита, сейчас она не применяется в наше время. Невозможно. Слишком много пороков. Это бы слишком жестокое правило. Но в Манус Амхите говорится, если кто-то расслевает девушку на медленный огонь и приговаривает, вот так тебе и нужно. Никто не сожалеет об этом. Вот такая мера наказания. Сегодня во время сексуальной распущенности что мы можем поделать, скажите? Кто сейчас согласится контролировать свои чувства? Кто из мужчин и женщин согласится контролировать свои чувства сексуальные и возвысить их до каких-то божественного уровня? Кто согласится? Все смотрят фильмы, порнографии, все что угодно, открыто, понимаете, ум возбужденный и никто не может его успокоить. Это адская машина. И средство массовой информации и образ жизни сегодня совершенно другой. И называется это новой культурой. Новой русской культурой. сексуальная культура не больше, не меньше. Животная культура. А теперь пожинаем плоды. Да? Женщины становятся легко доступными. Их берут даже силой сейчас. Пожалуйста. Какие проблемы? Вот что происходит. Где же защита? Хорошо. Раз это случилось, давайте поговорим об этом. Раз уже получили горький опыт в жизни. Я встречал таких женщин, которые были изнасилованы. Много таких примеров. Единственный остается вариант получить более глубокую самскару позитивную, которая превзойдет этот негативный опыт. Опыт счастья нужно получить. Суть в том, что в материальном мире у женщины только один шанс быть счастливой. По ее тонкому устройству. Завтра расскажем, как оно устроено. это не одно и то же мужчина и женщина. Не уравнивать эмансипации не поможет в этом. Вы природу не обманете. И если она получила один опыт плохой, ей очень трудно потом открыть свое сердце кому бы то ни было по-настоящему. Очень сложно это сделать. Я помню свою няню, свою младшую тетю, которая один раз вышла замуж и больше никогда не помышляла о замужестве в жизни. Я помню очень хорошо, как все это было. Какая тяжелая самскара пожизненная осталась у нее. И тем не менее говорится, любой человек может обрести совершенство, невзирая на прошлые грехи и события тяжкие. Потому что мы с вами не мужчины, не женщины, мы духовные существа. Если мы доберемся этой глубины, мы сможем изменить все, все, все нашей жизни, все очистить. Вот это важный момент. По идее, муж и жена должны друг друга привести к духовной жизни, к осознанию, я не мужчина, не женщина. По идее, так, такой брак не распадается никогда. Никогда. Но сегодня такие династии умерли. И мы только говорим, чтобы начать что-то делать кому-то. Вот на такой базе насилия, сексуальной распущенности. Вот на такой платформе нам приходится сегодня жить. И тем не менее, если вы обращаетесь именно к Богу, умом и сердцем, вы способны превзойти все эти нечистые вещи сегодняшние. Недостатки океан пороков можете превзойти. это говорится, что век Кали он неблагоприятный, он деградированный духовно, но у него есть одно великое преимущество. Махангуна великое качество есть этого века. киртанат эва кришна сямукта сангам парам вараджет. С именем Бога можете достичь совершенства легко век Кали. Очень простое средство и самое могущественное. Ну, завтра о практике поговорим. То есть вы задаете вопрос уже чисто практически, как жить дальше вот в таком случае, в другом случае. ответы все будут примерно к одному сводиться. К духовным впечатлениям, которые мы должны обрести с вами, развить глубину своих чувств и сознания, одухотвориться изнутри. Так вы очистите все прошлые, все эти неблагоприятные наши обиды, самскары, впечатления, всю тяжесть сердца смоете. Иначе это нельзя забыть, поймите, это нельзя забыть. За грехи мы страдаем долго, за один грех можем жизнь целиком страдать, понимаете? Как это Фрида у Булгакова задушила ребенком платком, она попала в этот ад, где этот платок приносит каждый день. Она его бросит в окно и приносит на следующий день, она его порвет и его приносит на следующий день, она его в камин бросит и его приносит неизменно каждый день. И она только об одном молила, чтобы ей больше не приносили этот никогда платок, чтобы забыть об этом. Один грех, смотрите, можно совершить, пожизненно потом страдать. Одно зачатие неправильное и плохой ребенок на всю жизнь. Вы посмотрите, какой мир, какая реальность. и в то же время одна хорошая мысль сжигает оттла все грехи. Один правильный поступок может возгрузить вас очень высоко в то же время. да, пожалуйста, микрофон у кого? Добрый вечер, вы вчера мне такой хороший ответ дали про местописание, когда я спрашиваю вас, и сегодня у меня вопрос про покаяние, расскажите, пожалуйста, про покаяние, вопрос не праздный, я говорил, что долго в христианской традиции находился, там он как культ, а сейчас хожу на собрание преданных, и я когда начинаю слышать звуки музыки, у меня очень сильно идет призыв к покаянию, вот я начинаю видеть свои поступки даже хорошие, как бы глазами Бога, ну например, даю кому-нибудь что-либо, а сам спасибо жду, скажет, не скажет, и мне так стыдно становится, и вот у меня слезы градом, я на колени падаю, но я смотрю вокруг преданные, ну не каятся, они танцуют вокруг меня, все кайфуют, а я боюсь, мне на ухо кто-нибудь наступит, ну вот я не знаю просто, вот про покаяние, пожалуйста, расскажите. Покаяние, хорошо, прощита, или покаяние, искупление, как бы, кармы плохой, искупление греха называется, прощита. Для этого существует гьяна. Гьяна означает знание. Например, я не знаю, где грех, где добродетель, я не знаю, поэтому я неосознанно совершаю какие-то грехи, страдаю, не понимаю, в чем еще дело. Живу, как все вроде бы, люди. А вот не складывается у меня жизнь. И вот я получаю знание, гьяну, которое разъясняет мне законы бытия, и говорит, вот это плохо, это хорошо. О, Боже мой, я говорю, так я что творил, оказывается, Боже мой, у меня покаяние в сердце, я же сам виноват. Что же я винил людей, я почему боролся, почему еще ухудшался вокруг, я же сам совершал эти грехи. Все, хватит. Так происходит прощита при помощи знания о законах. Но проблема-то в другом оказалась. Даже если вы раскаетесь в грехах и признаете свои ошибки, привычка-то остается. Желания греховные остаются в сердце. О, какая вещь. Я понял, что не при любодействии. Желания остаются. Я понимаю, что нужно прощать. Я не могу. Не могу. Нет этого желания. Силы не хватает у меня. Духовные. То есть такая прощита, искупление греха, напоминает нам овение слона, говорится в Куранах. Слон часами проводят в реке. Они любят, знаете, так обольются, валяются, такие чистые, часами. Но как только выходит на берег, знаете, он просто методично весь обсыпается пылью, весь живот там прицепит, и спину, весь-весь-весь помылся. Это что же, вы прошли в церковь, или в храм, покаялись, потом что, и вы идете снова к своим грехам? Омовение слона? Какой толк в этом? Какой смысл в этом? Что же такое настоящее прощита? Настоящее прощита, когда вы избавляетесь именно от желания грешить. Вот это прощита. Означает, что нужно заменить эти желания на более возвышенные. Багалагите говорится, если вы оставляете греховную деятельность, но вкус так не остаётся, но если вы обретаете более высокий вкус, вы забываете про это. Вот таким образом. Это завтрашняя тема. Как же этот вкус пробуждать? Это тоже надо потрудиться, поработать, но это наука. Вкус. Счастье. Вот что нам не хватает. Значит, люди курят, пьют, ругаются, матерятся, дерутся и прочее. Почему? Они несчастливы. Так видят садху. Они обвиняют людей. Они говорят, так это они несчастливы. Вот в чём причина. Заблудшие души, они не ведут, что творят. Им нужно сочувствовать, сострадать и как-то помочь. Их не нужно обвинять. То есть на такой уровень сознания вы никого не обвиняете, даже врагов, потому что люди страдают тоже. Конечно, их наказывают, чтобы порядок общества поддержать, но на самом деле, с точки зрения высших законов, никого наказывать не нужно. Нужно очистить человека. Но это возможно, когда он сам этого хочет. Бог помогает тому, кто сам себе помогает. Вот в чём проблема. Не хочет, вы не поможете ему. Никак. Можете взять лошадь за усы и везти к реке, но пить-то вы не заставите, если он не хочет. Здесь всё упирается в вопрос, в наш, в наше ложное эго, в нашу позицию. Хотим ли мы этого на самом деле или нет? А возможность у каждого есть. Река есть? Пожалуйста. Можно пить воду? Есть вопросы ещё? Можно? Здравствуйте. Александр Геннадий, спасибо большое, что вы приехали. Прям удача такая. У меня вот такой вопрос про желание. Вот где, как определиться, что это действительно моё желание, что это не желание родителей, не желание мужа, детей, подруг, общества. Инстаграм открываешь, куча всего. Потом смотришь на девушку в саре, хочется так же, вот вроде, так же одеться. Но вот как понять, где моё, а где вот навязанное? Спасибо большое. Как правило, все желания, большинство, практически все желания сегодня нам навязаны стандартами общественной жизни, престижем. одеваемся, потому что так принято. Мы должны иметь евро, стандарт, если в квартире так принято, значит, стыдно гостей пригласить. Это всё элементы престижа. Мы должны иметь необходимые машины и прочие вещи, вот всё согласно стандарту. Это навязано нам общественным устройством, всего лишь навсего. на самом деле большинство людей должны жить в простоте, не в роскоши. Это навязано престижем, она не нужна. Роскошь допускается для царских династий. Знаете почему? Так живут воины. Им позволяется жить в роскоши, в дворцах. Почему? Если на дорогом транспорте иметь казну. Почему? А потому что в нужный момент, в любой момент, днём или ночью, когда требуется, он выходит на поле битвы и рискует своей жизнью и отдаёт свою жизнь, когда нужно, не задумываясь. Такой человек имеет право жить в таких условиях, что у него такие обязанности. Остальные люди смотрят, как живут в цирк, и говорят, я хочу так же. Один царь искал себе генерала, потерял генерала на войне, главнокомандующего, и думал, где же найти мне подходящую личность. И там человек один жил у него в городе, в столице, алкоголик. Такой большой, естественно, атлетически сложный человек, но с такой привычкой. Он алкоголик, он там собирал стеклянную посуду, сдавал её, как-то там напивался и больше ничем не занимался. И однажды он так напился у себя, там упал в эту стеклянную посуду, она его там завалила, порезала всего с ног до головы. Ну, зажили раны, он идёт по улице как-то, такой атлет, знаете, с похмелья. И тут царь едет на колеснице, боже мой, атлет весь в шрамах, тысячи битв. А, подходящая кандидатура. Станешь главнокомандующим. Я зато с ушами не поверил, боже мой, был алкоголиком, стал главнокомандующим. Но он нарядился все эти одежды с оружием, тут шлем у него, все атрибуты, и ходил там с этим оружием. Пока война не началась. Тот говорит, ну, теперь твой выход, давай, бери армию, вперёд, защищай отечество. А он упал на колес, сказал, нет, 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 вы перепутали, я просто вот обычный человек, собирался к посуду, я никогда не воевал. Престиж. Престиж. Важно не то, сколько и как вы зарабатываете деньги. Это не критерий ещё вашей природы. Ваша природа проявляется в том, как вы тратите эти деньги, на это обратите внимание, как вы пользуетесь тем, что вы имеете. Вот тут вы проявляете свою природу. Вот тут себя изучаете. И культура человека определяется не потому, как он себя ведёт в обществе, а как ведёт себя в семье, непосредственно там, со своей женой и детьми, с близкими людьми. Вот так точно определяется его уровень. Остальное всё престиж. Подделка. Имитация. И она ещё будет долго нас сопровождать, пока мы не очистимся от этой привычки кому-то подражать. нам нужно стать просто самим собой. Талантливым, нормальным человеком. Любящим жизнь и счастливым. Остальное ложные вещи. Можете быть богатым и счастливым, можете быть бедным и счастливым. Искусство жизни заключается в том, что вы просто счастливы, а не в том, что вы сколько имеете. Искусство жизни именно в том, что вы счастливы. И если вы счастливы, да вы самый богатый человек. К вам с протянутой рукой придут другие люди поделиться этим счастьем. Вам не нужны престиж или деньги. Вороться за это не нужно. Они к вам приходят сами, сколько вам нужно. И лишнее вы не берёте. Это сила и могущество счастья. Это высший принцип. Называется Ананда Майя. Начинается всё с Анна Майя, с пищи, а заканчивается познанием счастья на высоком, на пятом уровне. Их пять таких уровней. И именно в этом Анна, в этой Анаде познаётся божественное устройство мира. Не в страданиях. Вы познаёте себя, божественное устройство мира. Там вы уже никому не подражаете. Нет необходимости. Вижу руку. У меня есть вопрос и хочется услышать его сердце. Ответ на этот вопрос от вас. У меня есть понимание, что Бог, он реален. Реальнее, чем то, что есть в этом материальном мире. Но как мне самой себе помочь укрепить это сознание, чтобы оно стало для меня не просто мыслью, а полностью глубоким таким сознанием, вкусом. Спасибо. Девятая глава Бхагавадгиты. Есть такой текст. Может быть, двадцать шестой. Это о Боге. Об отношениях с Богом. Патрам — листок. Пушпан — цветок. Палам — плод. Таям — вода. Если человек предложит мне листок, цветок, плод или немного воды с любовью, я принимаю это. так вы развиваете взаимоотношения через практику служения. С людьми то же самое. Если вы начинаете служение, развиваются отношения, начинаете понимать друг друга. Если вы начинаете господствовать, вы не понимаете друг друга. и так, если мы проявляем перед Богом служение, мы начинаем понимать его природу. Мы начинаем обогащаться разумом. через служение человек обретает божественный разум. Бхагавадгита. Это практика. Если вы начинаете это практиковать, начните этим жить и это чувствовать. Так это входит в вашу жизнь, сознание. Александр Геннадьевич, спасибо вам большое. У нас сейчас время осталось, чтобы подписать книги. Хорошо? Хорошо, мы завершаем на сегодня. Завтра мы еще увидимся. Спасибо большое. Спасибо.